всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о карпатах карпаты это настоящая жемчужина созданная природой на полотне ландшафтного разнообразия земли это край нерукотворной сказочной красоты горных и лесных пейзажей щедро умытой хрустальной водой целебных источников это цветные отблески стремительного черемоша и быстротечного прута не раз воспетые в песнях это седой отец днестр где глубокие воды от весны и берега доносит к нам отголосок бушующей давности а по другую сторону дунай река занимающая второе место по протяженности в европе это край описаны в легендах и воспетый в поэзии согретой любовью его жителей путешественники побывавшие в карпатах не перестают восхищаться красотой природы и первозданным колоритом этой местности удивительные горы не только способны удивить прекрасными пейзажами но и хранят множество легенд которые рассказывают местные народы эти предания переносят нас волшебный мир таинственных созданий и удивительных историй связанных с достопримечательностями карпатских гор неудивительно что жители этого края так трепетно хранят эти легенды ведь эти горы прекрасны и наша задача узнать о них поподробнее поехали интересно откуда произошло название версий много и единого мнения так и не сложилось начнем с того что название гор карпаты звучит и пишется практически одинаково в языках всех народов живущих в их пределах и как это повелось каждый народ отстаивает свою версию происхождения названием озвучим лишь несколько из них над теми которыми занимались ученые лингвисты и те которые логически подходят для названия этих прекрасных гор по одной из версий в древние времена карпаты были заселены карпами это одно из дакийских племен но до сих пор ведутся споры о том народ карпов дал название горам или наоборот по другой карпаты являются производным названием от взятого спрайнда европейского языка в переводе означающую как горную каменистую местность или скалы имеется еще версия происхождения названия одно из толкований выходить из берегов или переливаться через край через какой край непонятно да и горы не очень-то каменисты и в общем скал не так уж и много это не альпы и не кавказ с голыми торчащими пиками в основном это обтекаемые формы холмы и горы разной высоты и может все намного проще так и просится сказать что карпаты горбаты возможно то и название было дано за их отличие от ровной плоскости есть еще одно значение тюркского варианта перевода кар снег опаты засыпан и дословно горы засыпанные снегом и это вполне нелогично ведь на высотах свыше 1500 метров снег в карпатах лежит довольно долго какая из версий нравится решать вам а мы переходим непосредственно географическому положению карпатская горная дуга и прилегающий к ней холмогория и равнины прошли сложный путь геологического развития в наши дни эта область находится в промежуточном состоянии здесь завершились интенсивные тектонические движения и в то же время не наступил период полной консолидации стабильности характерной для платформ горная система карпат раскинулась на востоке европы ее вершины украшают ландшафт сразу нескольких стран чехии польши словакии австрии венгрии румынии украины и сербии длина карпатских гор составляет около полутора тысяч километров дугой с трех сторон они охватывают среднедунайскую низменность горная система карпат начинается недалеко от братиславы это словакия и заканчивается на юго-востоке недалеко от железных ворот в румынии в зависимости от расположения особенностей карпаты делятся на западные восточные и южные но это слишком просто мы с вами рассмотрим эти места в более развернутом виде карпаты являются подсистемой более крупной альпийско-гималайской системы которые простираются от западной европы до южной азии и согласно геоморфологии это наука о рельефе карпаты поделим на 8 областей внешние западные карпаты внутренние западные карпаты внешние восточные карпаты внутренние восточные карпаты южные карпаты западные румынские карпаты сербские и трансильванское плато и начнем мы с северо-востока где карпаты от альп отделяют какие-то 14 километров это внешние западные карпаты В состав внешних западных Карпат входят южно-моравские Карпаты, также называемые австрийско-южно-моравскими, представляющими собой горный хребет внешних западных Карпат вдоль границы Чешской Республики и Австрии. Геологически этот хребет образует юго-западную окраину западных Карпат, отделенную от центрально-моравских Карпат на северо-востоке, нижними предгорьями и долиной Таяу-Пшитлуки. На юге холмистая местность простирается до реки Дунай, ближ Токерау, отделя ее от альпийских венских лесов на юге. Южно-моравские Карпаты состоят из Микуловского нагорья в Моравии, большая часть которого находится в пределах охраняемой ландшафтной зоны Палава и нижнеавстрийского порога Инсельберг в регионе Вайнфиртель, Нижней Австрии. А кто-то спросит, что за страна такая Моравия? Это не страна, это исторический регион в Чешской Республике. Австро-Венгрия распалась в 1918 году, а название региона сохранилось. А Палава или Павловские горы – локальная возвышенность в равнинном южно-моравском крае Чешской Республики. Название происходит от близлежащего поселка виноделов Павлов. Палава – это нежный островок природы с белыми скалами, редкими травами и романтическими видами, растущий в окружении живительных моравских виноградников. Палава – горный массив, окружающий низменность почти со всех сторон, поэтому даже небольшой высоты достаточно, чтобы почувствовать себя королевой. Доброжелательная королева с очаровательной внешностью, невинной принцессы наблюдает за плодородной южной Моравией. Павловские горы представляют собой известняковые образования, которые возникли в Мезозое и в результате альпийской складчатости подняты на 550 метров над уровнем моря. Самая высокая вершина Палавы – Девин, силуэт которого еще больше подчеркивается верхним телевизионным передатчиком. На его склоне возвышаются фотогеничные массивные руины Девичского замка, Девчиграды. С вершины Девина и Девичика открываются чудесные виды, особенно на глубокое Новомлынское водохранилище. Новомлынское водохранилище – система из трех плотин на реке Дия-Подпаловой. Там же в среднее водохранилище впадают реки Сфратка и Иглова. Строительство гидротехнического сооружения было принято в начале 70-х годов и было построено в 1988 году. Чуть севернее расположились центрально-моравские Карпаты – горный массив в пределах Чешской Республики. Они стоят в Южной Моравии, к востоку от бывшей столицы Моравии – города Брно. На востоке граничат со словацкоморавскими Карпатами. На юге они простираются до долины Тая и Южно-Моравских Карпат. Горы не горы, скорее холмы, в основном покрытые лесом, засаженные буками и елями. На среднеморавских Карпатах находится Жданецкий лес, Летинчицкие холмы, Хшибы с горой Брдо, самой высокой точкой моравской возвышенности с высотой 587 метров и Киевские холмы. Жданецкий лес – это периферийный горный массив Карпат, возвышающийся недалеко от юго-восточной окраины Брно. Хотя это не первоклассное туристическое место, оно скрывает в себе неожиданно много интересного, что оценят истинные любители природы, истории и фольклора. Основная северо-восточная часть Жданецкого леса покрыта густым лесом, что соответствует названию горного массива. Поскольку здесь преобладают лиственные деревья, в середине лета холмы сияют красивыми цветами. Хршибы – в народе бухловские горы, еще популярнее бухлаки – волшебные моравские горы, полные задумчивых деревьев, загадочных скал причудливой формы и колодцев с целебной водой и легендами. С северо-запада Хршибы окружены Летинчицкой возвышенностью, на западе продолжаются Жданецким лесом, на юге спускаются в Киевскую возвышенность. В этом районе недалеко от города Коричаны, на высоте 421 метр над уровнем моря, расположен замок Цимбург. Замок занимал стратегическое положение на пересечении двух транспортных путей, а именно пути из Угерской Градиште вокруг замка Бухлова в Ступову и Коричаны и пути из Кромержиш до Стрышелака. Недалеко на реке Морави находится Кромержиш – старинный город страны Ганаков. Первое поселение появилось на территории Кромержиша еще во времена Великой Моравии, а это IX век. На севере и северо-востоке находятся Бескиды. Бескидами называется система горных хребтов в северной и западной части Карпат, расположенная в пределах территорий Польши, Украины, Словакии и Чехии, которые в свою очередь делятся на отдельные регионы. Это слово очень часто будет встречаться в нашем рассказе. На самом севере Бескиды начинаются с западного Бескидского предгорья. Геологический регион в северо-восточной части Чешской республики, простирающийся на юг Польши. Хотя это и не горы, а относительно скромные холмы, они считаются частью внешних западных Карпат. Начинаются они Моравско-Селеским предгорьем, а заканчиваются на востоке предгорьем Виснича. Территория имеет вытянутую форму, простирающуюся с запада на восток. Большая часть предгорьей находится в Моравско-Селеском регионе, около трети находится в Аломаутском регионе, а небольшая юго-западная часть простирается в Злинский район. Здесь берут начало небольшие реки, к примеру, Остравице, небольшая речка в Моравско-Селеском крае в восточной части Чехии. Она является правым притоком реки Одр и имеет длину всего 65 километров. Истоки крупной реки Висла также расположены в Моравско-Селеских Бескидах. Подбескидское Нагорье представляет собой обширный горный массив, образующий ворота в Карпаты с северо-запада. Фактически это предгорье Гостинских холмов или гор и Моравско-Селеских Бескид. Он состоит из множества более или менее самостоятельных горных хребтов, разделенных бороздами. Самая высокая гора – Скалка, расположенная в массиве Арнджейник. В этом районе находится падающая церковь Святого Петра из Алькантары – редкий памятник Чехии. В результате постепенного оседания грунта церковь отклонилась на несколько градусов от вертикальной оси и, в отличие от большинства других сооружений, постигших эту печальную участь, устояла. Правда, в 90-е годы прошлого века грозил обвал. Но, к счастью, храм удалось спасти. Расположен недалеко от островы, в районе Карвина. Река Ольза отделяет Селеские Бескиды на западе от Моравско-Селеских Бескид и на юге от Яблочного Межгорья. Яблочное Межгорье – горный комплекс живописных гор и холмов, простирающихся с обеих сторон чешско-словацко-польской границы. Самая высокая гора всего горного хребта – красивая польская охотица 895 метров, покрытая лугами с великолепными видами. Самая высокая точка Словацкие части Яблочного Межгорного Хребта – Кикула 845 метров, расположенная на Словацко-Польской границе недалеко от Звардони. Гостинские холмы в народе гостинки – священные карпатские холмы, прочно стоящие стеной над близлежащими городками, словно охраняющие их плодородия. Округлые холмы с лесами и лугами идеально подходят для езды на велосипеде. Когда выпадает снег и горы покрываются снежным покровом, они становятся прекрасным местом для лыжников. Одинокая вершина Кельшский Яворник по 765 метров – самая высокая гора в горном массиве. Сетинские холмы – это царство валашских лесов, цветущих лугов и одиноких коттеджей. Он находится в любовных объятиях Рожновской и Всетинской Бечвы, которые окружают горный массив почти со всех сторон и, кажется, защищают его от сильного влияния туризма. Наивысшую высоту Всетинские холмы достигают вершиной Высокая, хотя, вероятно, самая известная вершина горного хребта – Салань, одновременно центр местных художников и горнолыжный курорт. Турзовское Нагорье простирается на север от долины Кисуца до государственной границы с Чехией. Это живописные, относительно малопосещаемые словацкие бискиды, недалеко от границы с Чехией, с типичными поселениями и бревенчатыми домиками. Де-факто это словацкое продолжение моравско-селецких бискид, которые словацкие географы понимают как отдельную единицу. Моравско-селецкие бискиды – горный хребет в Чешской республике, небольшая часть которого простирается до Словакии, расположена на исторической границе между Моравией и Силезией, отсюда и название. Самой высокой точкой является гора Лысая высотой 1323 метра, которая является одним из самых дождливых мест в Чешской республике, где выпадает около 1500 мм осадков в год. И странно, что название произошло из-за того, что на Лысой горе не было деревьев. Лысая гора – гордая королева моравско-селецких бискид, самая высокая гора всех чешских Карпат. Его острый голый верх безошибочно различим с большого расстояния. И точно так же вершина является одной из самых роскошных смотровых площадок повсюду. Отсюда открывается захватывающий вид на Карпатскую Бабью гору. Высокие Татры, Ходжские вершины и Белые Карпаты. Радхождь – необычная гора в моравско-селецких бискидах, с которой открывается чудесный вид на далекие горы Малафатра и Есеники. Прямо наверху стоит часовня Святого Кирилла и Мефодия – скульптура работы Альбина Палашика. А восточнее – селецкие бискиды, которые иногда называют также Тешинскими. Обширный горный массив со значительными перепадами высот, полный лесов, туристических хижин и мест отдыха, расположены во внешних западных Карпатах. Этот горный массив находится на территории государств Польши и Чехии. Большая часть территории селецких бискид находится на польской стороне. Селецкие бискиды относительно мало посещаемы с чешской стороны по сравнению с соседними Моравско-селецкими бискидами. А мы плавно передвигаемся на территорию северных или польских бискид. И начнем мы с малых бискид. Это горный массив Польши. Его длина составляет около 35 километров, а ширина 15. Ареал граничит с Вилковицкими воротами, Маковскими бискидами, Котловиной Живецкого, Предгорьем Велички и Селецким Предгорьем. Это небольшой по площади, отсюда его название, но компактный горный массив. Есть в Карпатах и свои острова, но только в переносном смысле слова. Бискиды островные расположены между долиной реки Раба и долиной Сандецкой. Характерной особенностью этого региона на юге Польши является наличие изолированных одиночных пиков, откуда и происходит его название. Самая высокая вершина – Можелица. Считается, что название «Островные бискиды» было введено в литературу Казимежем Сосновским, учителем и пионером горного туризма в этом регионе. По-видимому, когда они ночевали на вершине Чвилина, утром они увидели море тумана, из которого как острова выходили горные вершины. Южнее горцы, горный район западных бескид, простирается по всей Южной Польше, находится в Малопольском воеводстве на западной оконечности Карпатского горного массива за рекой Дунаец. Для горцев характерно наличие многочисленных горных хребтов, идущих во всех направлениях до 40 километров с серией возвышенностей, прорезанных глубокими речными долинами. Более пологая – Сандецкая долина. Обширная долина расположена на юге Польши в месте слияния рек Дунаецк, Каменица-Новоевска и Попрот. Берега Дунайца высокие и крутые, и течение его быстро на всем протяжении до города Тарнова, где река выходит на равнину. Река богата Хариусом и Форелью. Вдоль реки расположена цепочка из 13 средневековых замков, он занимает территорию от Старого Сонча до Рожновских предгорий, а долина находится на высоте около 300 метров над уровнем моря и занимает площадь около 300 квадратных километров. Правее – Словацко-Моравские Карпаты – горные хребты вдоль границы Чешской Республики и Словакии. Геологически эти хребты являются частью группы внешних западных Карпат и состоят в основном из отложений Флиша. Флиш – это серия морских осадочных горных пород, которые имеют преимущественно обломочное происхождение и характеризуются чередованием нескольких слоев. Словацко-Моравские Карпаты состоят из Белых Карпат, Яворников, Холмов Миява и Визовитской возвышенности. Визовитская возвышенность в народе Визовитские врхи – это обширная территория небольших холмов, лугов, лесов, скал и живописных валашских деревень. Территория Визовитской возвышенности очень широка и занимает пространство между Гастинскими холмами на севере, Белыми Карпатами на юге, Яворниками на востоке и долинами вокруг рек Моравы на западе. Злин – важный центр северной части Визовитской возвышенности, а в южной части – курорт Лугачевицы и исторический Угерский брод. Своё название возвышенность получила от города Визовица. Наибольшей высоты она достигает на вершине Клаштова – 753 метра. Южнее возвышенности – Белые Карпаты – национальный биосферный заповедник в Чехии, на границе со Словакией. Белые Карпаты относятся к одним из самых живописных мест Карпатских гор. Моравия и Словакия получили их примерно поровну. Главный хребет тянется вдоль государственной границы более чем на 80 км – от первых холмов между Штразницей и Скалицей до Лыского перевала, где переходят в Яворники. На государственной границе возвышается королева Белых Карпат – Велькая Яворжина. Гора является традиционным местом укрепления дружбы между Чехами и Словаками. Известность ему принес тот факт, что здесь в нетронутом виде сохранилось несколько исчезающих экосистем. У подножия Белых Карпат и неподалеку от Малых Карпат находятся холмы Миява – скалистое Нагорье вдоль одноименной речки. Яворники или Кленовые горы – это Нагорье, сложенное песчаником и входит в состав словацко-моравских Карпат и простирается на западе Словакии. Название так и переводится как «клены». Яворники – это обширный горный массив, протянувшийся вдоль чешско-словацкой границы и далее вглубь Словакии. Хотя словацкая часть значительно больше, маравская часть более посещаема. В долине Всетинска-Бечва расположены важные рекреационные поселки – Велькокорловица, Каролинка и Новый Грозенков. В более высоких районах Яворников преобладает горная ель с редким появлением пихты. Ниже на склонах частично сохранились первоначальные леса из Бука. По обе стороны границы Чехии и Словакии находятся национальные заповедники. Маравская часть гор находится под охраной охраняемой территории Бескиды. Словацкая часть входит в охраняемую территорию Кисуце. Есть в лесах и крупные животные – здесь часто бродят медведи. А за Яворниками – центральная часть западных Бескид и представляют собой совокупность горных хребтов, протянувшихся вдоль южной, польской и северной словацкой границ. Центральная часть западных Бескид состоит из следующих горных хребтов – Аравские Бескиды, Живецкие Бескиды, Кисуцкое Нагорье, Арава-Магура и хребтов поменьше. Кисуцкие Бескиды – словацкий горный массив, главный хребет которого образует границу с Польшей. Для гор характерны носительно крутые склоны с глубокими долинами. Самые высокие части горных хребтов покрыты травой и обеспечивают живописные виды. В горах расположен ряд живописных шахтерских поселков с частично сохранившейся оригинальной народной архитектурой. Кисуцкие Бескиды вместе с соседними Аравскими Бескидами практически образуют одну горную единицу, которая в прошлом называлась Словацкими Бескидами. Кисуцкая возвышенность – менее известный горный массив, занимающий пространство между Малой Фатрой на юге и Кисуцкими Бескидами на севере. Кисуцкая возвышенность полна живописных лугов и романтических горных усадеб. Звук шевелящихся листьев и иголок на ветру чередуется здесь с лаем собак или редким гудением бензопилы. Крики туристов не часто разносятся по холмам. Впечатляющие виды на великанов Малой Фатры часто открываются из открытых мест на южных склонах. А какое красивое название хребта Арава Магура! Это горный хребет в Жилинском регионе на севере Центральной Словакии и представляет собой массив песчаника, густо поросший лесом, в основном елью и буком. Самой высокой вершиной хребта является Минчол, высота 1394 метра. Важнейшим историческим памятником Аравской возвышенности является одна из красивейших словацких крепостей – Аравский замок. Аравский замок – один из самых красивых словацких замков и, вероятно, самый важный исторический памятник Аравы. Он возвышается на скалистом массиве над рекой Аравой. А за Сандецкой долиной – восточная часть западных бескид. Пиенские горы или Пенины – горный массив на юге Польши и севере Словакии, относятся к восточной части западных бескид. Горный массив делится на три части и состоят в основном из пластов известняка и доломита. Самая известная вершина Трикороны имеет высоту 982 метра. За ними бескиды Сандецкие и Любовнянское высокогорье. Сандецкие бескиды – горный массив, расположенный в приграничном районе между Польшей и Словакией. С польской стороны он простирается на площади 670 кв. км, между рекой Дунаец на западе и долиной реки Каменица на востоке. А Любовнянское высокогорье простирается на северо-востоке Словакии, в Прешевском крае в районе Старолюбовня. Он находится на границе с Польшей. А южнее – район Подхалы-Магура. Это регион горных хребтов на северо Словакии и юге Польши, относящихся к внешних западным Карпатам в системе Карпатских гор. Горы Скорушина, Спишмагура, горы Левачай разделяют восточную часть западных бескид и величественные внутренние западные Карпаты. Внутренние западные Карпаты – обширный регион. А мы начнем с Фатра-Татранской области. В нее входят Малые Карпаты. Часть западных Карпат в Словакии, протянувшиеся от нового места над Вагом до Братиславы. Наивысшая точка – гора Заруби, 768 метров над уровнем моря, расположенная недалеко от деревни Смоленицы. Малые Карпаты – это вытянутые на десятки километров горы, поднимающие свои вершины на окраине Братиславы и тянущиеся более чем на восемь десятков километров до новой места над Вагом. Продолжением Малых Карпат в Австрию за разломом Дуная являются Хайнбургские горы, по мнению некоторых географов входящие в их непосредственную часть. На западе склоны Малых Карпат спускаются в Загорскую низменность, а дальше на север к горам присоединяются Миявская возвышенность и Белые Карпаты. На востоке за рекой Ваг возвышаются вершины Поварского иновца. В Малых Карпатах есть примечательные пещеры. Пещеры Дрины достигают длины 680 метров, а дыровая скала сохранила свидетельство о пребывании здесь человека в эпоху неолита. Малые Карпаты покрыты в основном смешанным лесом, состоящим из булка, ясеня, клёна и липы. К востоку от Малых Карпат – Поварский иновец. Это массивная горная стена с обширными лесами, возвышающаяся к востоку от реки Ваг, примерно между Тренчином и Пияштинами в Западной Словакии. Самая высокая гора – впечатляющий иновец. Другими выдающимися вершинами являются Панско-Яворено в северной части горного хребта и Мархат, возвышающийся над южной половиной гор. В центральной части находится известный курорт Безовец. За иновцев – Стражевские вершины, относительно большой горный массив на западе Словакии, возвышающийся над левым берегом Вага, между городами Пухов, Тренчин и Приевидза. Они не имеют сплошного хребта, а состоят из одиночных массивов или более мелких хребтов, преимущественно возвышающиеся над окружающей средой. Они покрыты густыми лесами, в основном буковыми деревьями, но часто с них открываются впечатляющие виды. Этой характеристике соответствует также самая высокая гора Стражев, в честь которой назван весь горный массив. Стражевские горы – один из крупнейших горных массивов Фатратазорской области Словакии. Южнее Трибеч или по-венгерски Трибек – малопосещаемый горный массив с густыми лесами к северу от города Нитры. Самая высокая гора – Великий Трибеч, хотя доминирующей туристической вершиной является вершина Зобор, возвышающаяся над городом Нитра и являющаяся первой выдающейся вершиной на юге горного хребта, с которого открываются великолепные виды. На востоке Трибеч примыкает к горным хребтам Погронский Инновец и Втачник. Паварский Инновец и Стражевские вершины продолжаются на северо-западе за низменностью вокруг реки Нитры. Трибеч – мистический горный массив с легендой о необъяснимых исчезновениях людей в горах. В Трибече часто висит туман и здесь не встретишь много туристов, поэтому многих часто ошеломляет мрачная атмосфера местных холмов. Суловские врхи или горы – очень привлекательный для туристов горный массив, полный романтических скал и оврагов. Он расположен примерно в треугольнике между городами Жиль-Нараец и Павашско-Быстрица. Границу между этими горными хребтами образует река Домонежанка. В Суловских горах расположены Суловские скалы, национальный природный заповедник, открытый для пеших прогулок и скалолазания. Национальные природные заповедники – Манинское ущелье и Костолецкое. Жиар – горный хребет в Трынчинском регионе на северо-западе Словакии. Горная цепь тянется с северо-запада на юго-восток изогнутой дугой длиной 30 км и шириной 5,7 км. Самой высокой точкой хребта является Хлевиска в северной части. А далее мы расскажем о Фатрах и Татрах, собственно давших название этой области. Малая Фатра – горный массив в Жилинском крае Словакии. Она знаменита своими многочисленными ущельями и водопадами, пускай они и самые высокие в мире, но Малая Фатра, если смотреть с запада, это первые по-настоящему высокие горы в Карпатах с хребтами, возвышающимися над верхней границей леса. Интересно, что Малая Фатра выше большой. Самая высокая вершина – Велький Кривань на высоте 1709 метров над уровнем моря. Малая Фатра – длинный горный массив, протянувшийся по диагонали с северо-востока на юго-запад. Прорыв реки Вак через Стретчский перевал фактически делит его на два автономных горных хребта – Криванско-Малая Фатра, Северная – более высокая и Лучанско-Малая Фатра. И если есть Малая Фатра, где-то есть и Большая. Так и есть, южнее расположилась Великая Фатра – горный массив Северной Словакии, часть Фатра Татранской области. Царство диких первобытных лесов, известняковых скал и длинных необитаемых долин. Именно поэтому это превосходное условие для жизни диких млекопитающих, как волков, так и медведей. Самая высокая часть гор расположена над верхней границей леса и обеспечивает видимость соседке Малой Фатры, включая ее часть Лучанскую Фатру. Кочские вершины, Низкие Татры, Старогорские вершины, Кремницкие вершины и гораздо дальше. Самая высокая гора в Великой Фатре – Остредок 1592 метра. Но более доминирующее впечатление оставляет Крижна, с которой она соединена хребтом с незначительной высотой. Склоны Крижни также резко обрываются с южной стороны. Великая или Большая Фатра служит восточной границей исторической области Туриц и с 1 апреля 2002 года является национальным парком. Это одна из девяти природоохранных территорий Словакии, которая славится прежде всего своей природой. Здесь масса горных склонов, лесов, водопадов и ущелий. Есть также интересные пещеры и термальные источники. Восточная Великой Фатре – Хочские и Старогорские горы. Хочские горы – это впечатляющий карстовый массив, возвышающийся на Липтовской котловины, на границе Липтова и Оравы. Над всеми горами доминирует горько-велький Хоч, благодаря чему в Хочские вершины входят в число семи самых высоких гор Словакии. Старогорские горы – это предгорье низких Татр, и многие туристы ошибочно считают их частью этого гораздо более известного горного хребта, от которого он официально отделен Хеодельским седлом. Ну а за ними – всемирно известные Татры. Татры, охватывая площадь приблизительно 750 квадратных километров, являются самой высокой частью Карпат. Татры считаются самым удивительным и прекрасным местом Польши и Словакии. Но мало кто знает, что есть низкие Татры, западные и восточные или высокие Татры. Низкие Татры – горный массив в Центральной Словакии является крупнейшим по территории национальным паркам. Местные люди говорят, что высокое всегда лучше низкого. Поэтому при наличии в Словакии высоких Татр в низких делать нечего. Однако это в корне неверно. Низкие Татры кажутся добрыми, безопасными. Их хочется погладить рукой, беззаботно прогуляться. И прогуляться есть где. Для национального парка характерны протяженные долины, глубокие каньоны и отвесные валы. В верхней части преобладают леса, покрытые сосновым стланником, и травянистые участки. За стланником следуют еловые леса. Еще ниже – смешанные леса. Пихта, бук, ель, лиственница и клен. Западные Татры – второй по высоте горный массив как в Польше, так и Словакии. Его самая высокая вершина – Бистра. Высота 2248 метров. В отличие от высоких Татр, западные Татры имеют непрерывный главный хребет. Западные Татры простираются по обе стороны словацко-польской границы. Вместе с высокими Татрами, примыкающими к ним на востоке, они образуют одну геоморфологическую яницу, называемую Татрами. На юге западные Татры отделены бассейном под Татр, от низких Татр. Западную границу образует Квачанская долина, за которой продолжаются Хочские горы. Чуть севернее продолжается Арабская возвышенность, а на севере отделен от Скорушинских долинами Блатна и Мигульча. Татры не только известны живописными склонами, вершинами и долинами, большинство которых доступно, но и благодаря озерам. Озера главным образом расположены в верхних областях долин. В западных Татрах примерно до 30 тарнов. Так называются горные озера, образовавшиеся в цирке, выкопанном ледником. Цирк – это подобно амфитеатру долина, образовавшаяся в результате ледниковой эрозии. Озера с изумрудно-голубой глазью имеют общую поверхность почти 160 гектаров. Самым большим и красивым, а вместе с тем наиболее доступным для туристов, считается морское око, лежащее на высоте 1393 метра над уровнем моря. Тогда как самое глубокое – большой пруд Польши, более чем 80 метров глубиной. Правда, эти два озера находятся уже в высоких или восточных Татрах. Высокие Татры – высочайший горный массив Словакии и Польши. Он имеет площадь 340 квадратных километров. Самая высокая гора – Герлховский штит, 2654 метра над уровнем моря. В просторечии – Герлах. Самая высокая вершина Герлховского штита является также самой высокой вершиной не только Татр, но и всех Карпат. В высоких Татрах можно найти 26 вершин, высота которых превышает 2500 метров. Высокие Татры занимают значительно меньшую площадь, чем западные. Но с точки зрения посещаемости, высокие Татры являются более популярным местом. Деление Татр на высокие и восточные Татры и западные Татры вытекает из значительных различий между этими двумя горными регионами. Высокие Татры в верхней части характеризуются крутыми скалистыми утесами, что придает этому региону суровый альпийский характер. Западные Татры несколько ниже, а большинство вершин покрывает травяной покров. И на востоке Фатра-Татранской области внутренних западных Карпат находится горный массив Брониска между Спишским и Шаришским регионами. Это горный массив длиной 20 километров и шириной 5 километров в направлении с севера на юг. Севернее регион Словацкие Центральные Горы или, как его еще называют, Словацкая Центральная Возвышенность. Это горная группа на юге Центральной Словакии размером около 70 на 80 километров. Ее подразделяют на несколько геоморфологических единиц. Втачник или Птичьи Горы – вулканический горный массив, возвышающийся между долинами рек Нитра и Грон. Он имеет непрерывный главный гребень со множеством боковых гребней, покрытых густым лесом, в основном лиственными деревьями с преобладанием бука. Для втачника характерны многочисленные скальные образования, поэтому он также широко популярен среди альпинистов. Самая высокая точка горного хребта носит то же название, что и весь горный массив. И со скалы на ее вершине открывается широкий вид. Погранский инновец – живописный небольшой вулканический горный массив на юго-западе Центральной Словакии, расположенный между городами Жерновица, Новая Баня и Злате-Маравце. Для погранского инновца характерны луга, поля, леса и разбросанные среди них населенные места. Пейзаж с небольшими поселениями и пасущимися овцами, коровами или лошадьми романтичен и эстетически привлекателен. Штьевницкие холмы – это явно холмы вулканического происхождения на юге Центральной Словакии. В них находятся остатки некогда большого супервулкана. Этот супервулкан, известный как Штьевница, произвел катастрофическое извержение 13 миллионов лет назад, которое уничтожило подавляющее большинство этого стратовулкана высотой 4000 метров. Сегодня этот вулкан потух уже более 10 миллионов лет назад, но представляет собой увлекательный геологический объект для изучения вулканологов и других геологов. Кремницкие холмы – густо засаженный лесом горный массив, который простирается в направлении северно-юг от Великой Фатры до Штьевницких гор. Горы на востоке впадают в долину Грон, за которой возвышаются Старогорские холмы. На западе главный хребет спускается в котловину вокруг города Кремница, в честь которого горы получили свое название. И продолжается несколько более низкими вершинами до гор Втачник и Жеар. Горы Поляна. Горный массив – часть Словацкого Средогорья. Расположен между долинами реки Грон на севере и массивом Яварье на юге. Вулканический горный массив – центральный Словакия. Один из крупнейших потухших вулканов Европы. Его кратер диаметром около 6 километров и глубиной 600 метров образовался после мощного извержения в древние времена. Кратер заполнен Грохотской долиной и хорошо виден, особенно на спутниковых снимках. На северном берегу Поляны плавно переходят Вепрские горы. Острожки – небольшой горный массив на юге центральной Словакии. Это примерно территория треугольника между городами Детва, Лучинец и Вельки-Кртиш. Острожки представляет собой плато, края которого изрезаны сравнительно четкими врезанными долинами. Горный массив покрыт лиственными лесами и многочисленными горными лугами и пастбищами, откуда открывается прекрасный вид на регион. Он простирается к югу от Зволина и Детвы, окруженные Штявницкими вершинами, Крупинской равниной, Острожками и Поляной. А на северо-западной оконечности касается также Кремницких вершин. И Крупинская возвышенность на юго-востоке Словакии. В бассейне реки Ипель, включающая ряд сглаженных хребтов, высота до 700 метров сложенных вулканическими породами. Крупинская планына или возвышенность – невысокий горный массив на юге центральной Словакии, загадочной атмосферы. Крупинская планына примыкает к Острожскому горному хребту на востоке, плавно переходит в Яворе на севере, соприкасается с Штявницкими вершинами на западе и спускается к низменности вокруг реки Ипель на юге, за которой возвышаются холмы венгерских бюржони. Равнина достигает наибольшей высоты в северной части и слегка наклонена к югу. Рейки-ручье сложили планину и создали в ней несколько каньенообразных долин. Особенно впечатляет глубоко врезанный каньон избилистой реки Литавы. Любители истории и тайн будут очарованы крепостью Бзовик и двумя обширными замковыми территориями – замком Чабрат и замком Синего камня. В Словацких центральных горах расположились три природных заповедника, охраняемые ландшафтные территории Поляна, Понитрия и Штявницкие холмы. На востоке от Словацкой центральной возвышенности – Словацкие рудные горы или Словацкое Рудогорье. Обширный горный массив в Карпатах расположены в историческом регионе Словацкий Спиш и Гемерск с небольшой частью в северной Венгрии. Это крупнейший горный массив в Словакии. Горы граничатся с Воленом на западе, Кошица на востоке, реками Грон и Горнат на севере, а также Кошицкой котловиной на юге. Горы не имеют центрального хребта, они состоят из нескольких самостоятельных участков. Вепарские горы – обширный горный массив в Центральной Словакии, часть Словацких рудных гор. Наибольших высот на их восточном краю достигает гора Фабова Голя, которая, однако, по мнению других, скорее принадлежит Муранское равнине, а также является частью национального парка «Муранская равнина». Муранская планена является сестрой Гемера, Словацкого рая, потому что вместе они образуют один целый Спишско-Гемерский карст. Она не только карстовая, но и очень красивая. Столицкие горы – обширный горный массив, входящий в состав Словацких рудных гор. И это даже благодаря горе Столица – самой высокой части всего хребта Рудогорья. Столицкие горы лежат в интересной тени более известных Словацких гор, и встреча здесь туристов разносильно маленькому чуду. Местные жители часто первыми догадываются, что вы пришли к кому-то в гости, а не посмотреть пейзажи. Однако Столицкие горы скрывают множество красивых мест и в сочетании с тишиной и покоем создают среду, которая является раем для души. Ревудская возвышенность образует предгорья более высоких Столицких гор, с которыми она плавно связана. Границу между двумя горными хребтами определить трудно. На многих участках она не образована какой-либо долиной или хребтом, а по степени туризма она лежит в тени Столицких гор. То есть еще малочисленнее. Воловские холмы – самый обширный горный массив Рудогорья на его восточной окраине. Он граничит с Брониском и Черной горой на севере, Словацким раем на северо-западе, Столицкими урхами и Ревудской верховиной на западе, Словацким карстом на юге и спускается к самому большому городу восточной Словакии – Кошице, на востоке. Самая высокая вершина – Золотой стол, расположена за пределами основного маршрута хребта над деревней Старая вода. Воловские вершины покрыты густым лесом, в основном – лиственными лесами, поэтому у них не открывается много видов, но здесь вы найдете покой и тесный контакт с природой. Словенские Рудогорья включают национальный парк Муранско-Плонына, национальный парк Словацкий карст и национальный парк Словацкий рай. Кстати, Словацкий рай – уникальный карстовый горный массив на востоке Словакии, характеризующийся узкими ущельями с водопадами и пешеходными тропами. Словацкий рай находится под защитой национального парка с 1988 года. Горный массив покрыт густым лесом, обзорных точек всего несколько, но некоторые из них впечатляют своей красотой, например, гавранья скала или Тамашевский вид. Южнее Рудогория Лучинецко-Шицкая впадина отделяет Словацкие рудные горы на севере от северо-венгерских гор на юге. Горы тянутся вдоль северо-восточной границы Венгрии, а также восточных участков венгерско-словацкой границы от излучины Дуная до города Прешев. Бурда – вулканический карлик, свернувшийся калачиком на теплом юге Словакии, образующий место слияния реки Дунай и Иппель. В Бурде преобладают массивные андезитовые скалы, возвышающиеся высоко над уровнем Дуная. Со скал открывается чудесный вид на Дунай, впадающий здесь в объятия холмов на противоположные венгерские вышеградские холмы. А направляясь на восток от Бурды и пересекая Иппель, вы окажетесь на гораздо более высоком горном хребте Бюржони. Горы Северной Венгрии начинаются именно с горного хребта Бюржони, примыкающего к излучине Дуная, где он встречается за Дунайскими горами. Хребет Бюржони или Берзони занимает площадь около 600 квадратных километров и в основном имеет вулканическое происхождение. Самая высокая вершина Чеваньос. Горы Северной Венгрии также поделены на отдельные регионы. Холмы Гёдоли, горный массив Черхат, холмы Каранч, горный хребет Матра. К этому горному массиву относится самая высокая вершина Венгрии Кекеш. Хотя не такая уж и высокая, смотря с какими вершинами сравнивать. Горы Бюк, известные своим уникальным геопарком. И это, дорогие друзья, только западные Карпаты. В одном фильме такая красота просто не поместилась, а рассказать хотелось о многом. В следующих выпусках, а всего их будет три, посвященных исключительно Карпатам, мы обязательно вернемся к этим незабываемым горам. Впереди нас ждут Восточные Карпаты, расположенные на территории Польши, немножко Словакии и немножко Украины и Румынии. И отдельный выпуск о Южных Карпатах, расположенных исключительно в Румынии и Сербии. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.